Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот когда я говорила про арвузы, многие начали спрашивать, почему я не говорю про дыни. Но я объяснила, что причина проста. У меня, видите, все дыни, вот такие семена, и показать нечего. Я сказала, что выращиваю два сорта, колхозница и медовую я выращиваю, медовку. И когда спросили, ну вы что всего два сорта выращиваете, я действительно выращиваю всего два сорта, и по-хорошему-то мне больше не нужно. Я знаю, я привыкла к этим сортам, знаю их как выращивать, я знаю, что они у нас в сибирском регионе, вот я живу в Биске, вызревают полностью. Для меня это очень важно, чтобы собрать семена, потому что я выращиваю рассаду дынь вместе с огурцами, со всеми там с арбузами. И для меня важно это. Конечно, я вот нынче хочу попробовать несколько других сортов. Вот мне посоветовали сибирячка, но это гибрид, я не уверена, что можно с него брать семена. Мне важно, чтобы весь цикл растения у меня прожило, и чтобы оно не только дало мне плод, но и дало полноценные семена. Именно вот на это я делаю упор и уклон. И мне двух сортов вот так хватает, потому что это самые распространенные у нас сорта, и люди знают, что они у них вызревают. Но могу показать вам еще сорта, которые я сегодня купила. Вот, например, сибирячка написана, ультраскороспелый. Если вы будете выращивать только для употребления вот этих плодов, то он вполне подойдет. До шарообразной полтора килограмма написано, тающая во рту мякоть. Я попробую, вот написано, совместно с фирмой Уральские дачники. Значит, она подойдет для Сибири, для Урала, для Дальнего Востока. Ну, для это. Потом. Дыня сказка ранняя. Это я говорю те сорта, как бы в продолжении темы про арбузы, которые можно вырастить в холодном регионе. Ясно, что на юге у нас там огромное количество вот этих торпедов медовые, там все вызревает. Но у нас-то проблема, если говорить о дынях, вот, сейчас начало сорта назову, шарентэ, 72 дня, тоже полтора килограмма. Она ребристая, вот такая, как сегментированная, есть вот такие, как с дольками, да. Вот тоже ранняя любовь сегментированная, очень красивая. Но я, посадив вот такие дыни, я не уверена, что они у меня вызревают, потому что у нас не очень для дынь температура предрасполагает. Иногда весной очень долго холодно, потом очень рано, осенью холодно. Вот луна тоже ранняя, среднеранняя. Если говорить о дынях, тут мы все можем повторить то же самое, что про арбузы. Если вы хотите вырастить дыню и получить именно спелую, сладкую в сибирском регионе или в другом холодном регионе, нужно обязательно правильно выбрать сорт. Не брать крупноплодные такие, вот такие, как торпеда. Они у нас никогда не вызревают, ну, по крайней мере, ни у кого не получается. Они, если даже приобретут цвет, свойственный спелым плодам, у них не будет вот этого аромата, именно вот этого таяния во рту. Обязательно им нужно будет долеживаться где-то под кроватями или где-то, ну, как дозариваться. Это значит, первое, нужно обязательно выбрать сорт. Второе условие, обязательно высевать на рассаду, так же, как арбузы. За 30-35 дней до того, как вы ее высаживаете, нужно замочить семечко и высадить на рассаду. Так, сорт выбрали, рассаду вырастили. Ну и, конечно, вот один мужчина к видеоролику о арбузах сказал, что он выращивает и получает хороший результат только благодаря жесточайшему формированию. Что это значит? Удаляют все лишнее и оставляют один плод, он вызревает тогда большой, такой сладкий, спелый. Про дыню могу сказать то же самое. У меня какая ситуация получается? Я первые полтора месяца высажу ее, все рассаду прекрасно высажу, начинаю формировать. Вот одна-две завяжется большая, все, я убираю лишнее. Потом наступает период, когда начинают созревать томаты, и мне пора собирать семена с томатов. Это основное мое занятие, у меня вот такое направление семена. И я сразу же, естественно, у меня приоритет там, я сразу забываю эти дыни и уделяю все внимание томатам. И потом, когда в конце лета прихожу к дыням, ясно, что там получается такая же вот как джунгли. Вот такая стена, вот из этих толстых жирных листьев, вот эти пасынки. Пасынки моментально разрастаются, если их вовремя удалить, и осенью мы получаем вот такие вот как яйцо или как кулак. Вот эти вот кочерыжки зеленые, висят такие яйца зеленые. Это молодые дыньки, которые не то что не поспеют, они не успеют даже сформироваться. И поэтому, если вы, если вам некогда формировать дыню, следить за ней, она без, как, она очень недисциплинированная, она разрастется. Она все заплетет, она как в ее будет цепляться везде. И вот третье условие, самое-самое важное, правильно вот мужчина заметил, что жесточайшее формирование вот этих вот кустов дынных. Оставлять только столько, сколько нужно в зависимости, мелких можно больше, крупных меньше, мелких так же, как арбуз, 2-4, а крупные вообще одну на стебле. Одну оставляют, один стебель и больше ничего. Вот она как огурец, вот так плеть и одна дынька. Если будете ухаживать, если хотите попробовать, можно любую дыню, мне кажется, вырастить, но надо вот именно за ней уход, за ней строжайший контроль нужен. Ну и, конечно, четвертое условие, так же, как у арбуза в теплице. В теплице дыни вызреют быстрее, они пораньше там зацветают, пораньше у них плод формируется, и подольше они могут повисеть. И тут мы подошли к самому главному, как узнать зрелость дыни. Вот некоторые говорят, у нас она не сладкая, у нас она не вкусная. Если арбуз мы подходим, хлопаем и смотрим, засох этот, на чем держится усик или нет, то дыню я всегда узнаю по запаху. Вот вы, когда посадите дыню, вы увидите, вот они у нас в сетках висят, мы подвешиваем их в теплице, подойдешь и так понюхаешь. Если она спелая, вы сразу почувствуете. Вот этот аромат, он неповторимый, и когда заходишь в теплицу, во время того, как дыни созрели, вот только заходишь в теплицу, там аромат, как на торговых рядах, где торгуют всеми, она такая запашистая. Вы сразу узнаете, что она поспела. Конечно, принюхиваться нужно каждой, потому что там все будет пахнуть вот этим дынным ароматом. Понюхаете, если источает сильный аромат, значит она уже поспела. Ну а последние плоды, конечно, люди, многие снимают полуспелыми, полузелеными, кладут в коробки, кладут куда-то под диваны, под кровати. Им не нужно холодное, просто чтобы было сухо и тепло. И, конечно, ее нужно переворачивать. У меня раньше отец в бочке с зерном закапывал, чтобы она бок не отлеживала, и получалось, что она со всех сторон не лежит на одном боку. Но сейчас, конечно, нет таких условий, чтобы в зерно закапывать. Ну вот, если честно, я просто пораньше высаживаю, спелые съедаем, а вот это мелочь последняя, просто выбрасываем. Все, вот это о дынях. Я надеюсь, как смогла, подробно вам рассказала. То же самое, что с арбузами. Выбираем этот сорт районированный, который вам подходит. Для наших сибирских районов надо скороспелые брать. Или ранние. Поздние спелые не надо, и крупные не надо. Сорт выбираем, рассаду сеем. Когда высаживаем, нужно за ней следить, формировать ее. Все лишнее посынковать, убирать. И, конечно, лучший результат будет в теплице. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Дыни тоже нынче будем садить. Вызареют, не вызареют, но по одной штучке каждого сорта высадить нужно детям. Продолжение следует...